Давайте несколько слов про интуицию. Пространство, которое можете себе представить, оно зависит просто от нашего опыта исключительно. Поэтому, если у нас есть такой опыт, мы можем себе что-то представить. Если опыта нет, то интуиции на этом тоже нет. То есть интуиция вещь такая приобретаемая. И давайте, вот я покажу вам в простом примере, насколько интуиция кому-то понятна, а кому-то непонятна. Возьмем, значит, реальное пространство наше, оно не евклидово, оно псевдо-лоренцево. То есть это означает, что оно владеет некими другими свойствами, чем многие из нас примеры. Вот продемонстрировал это на простом примере. Сформулируем, подожди. Значит, давайте нарисуем график, который берем. Пусть у нас есть некоторая заряженная частица. Ну, допустим, протон. Он заряжен положительно, и он у нас движется вверх. На этот протон, значит, пока он движется, действует постоянное электрическое поле. И из-за этого у нас на него действует сила, которую он тянет вправо. Спрашивается, как меняются компоненты скорости в зависимости от времени. Значит, как меняется скорость по координатам х, и как меняется скорость по координатам х. Значит, мы будем считать, что у нас х по горизонтали, допустим, х, а х по вертикали. Так, чтобы их не перепутать. Ну вот. Если мы рассматриваем классические представления, то ясно дело, что у нас скорость по оси, тело как летело, так оно и будет лететь все время с той и той же скоростью. Соответственно, по оси х у нас будет постоянное ускорение какое-то. Из-за того, что есть сила по оси х, оно тоже будет ускорение. Поэтому, с точной точки зрения, у нас скорость по у, она будет константной от времени. А скорость по оси х, она будет увеличиваться. То есть, сначала у нас была ноль, а потом она будет как-то увеличиваться. Если же мы рассматриваем все два лица в пространство, то в этом случае у нас... Давайте я нарисую, значит, в классическом представлении у нас скорость х это есть. Значит, скорость х в этой есть не это константа, это vx. А в ирик это есть, значит, она растет. Ну, растет она линейно. Где-то они там перетекаются, это у нас будет v ирик, v. Значит, это у нас v, vx это v, vx это v, v ирик у нас по вертикали. v ирик у нас константной. Вот. А полная скорость, значит, полная скорость v, это есть корень суммы квадратов. vx квадрат плюс v ирик квадрат. Единственное дело, что полная скорость должна быть постоянно увеличиваться до бесконечности. Если же мы возьмем теперь псевдоводицевое пространство, то есть пространственная теория относительности, картина несколько поменяется. Что будет в результате? Значит, из специальной теории относительности известно, что максимальная скорость не может проезжать скорость света. Это означает, что у нас есть ограничение. То есть у нас есть маниферная максимальная скорость, скорость света, выше которой ничего быть не может. Единственное дело, что скорость по координате х, она у нас увеличивается. Она может увеличиться максимально до скорости света. Значит, скорость по координате х, она у нас вот как-то так увеличивается, асимптотически до скорости света, но никогда ее не пересекает. Это у нас будет Vx. Спрашивается, как же ведет себя скорость y, Vy? Можно, конечно, сказать, что она придет постоянно. Она постоянно идет, но она какая-то постоянная, но маленькая какая-то. Здесь будет скорость y, но это невозможно. Потому что скорость у нас является как сумма квадратов. Vx плюс Vy квадрат. Если у нас x-овая скорость будет равна c, а V не может быть больше, чем c. Это означает, что если у нас эта скорость ограничена, а эта увеличивается, то y-овая скорость должна уменьшаться. То есть y-овая скорость должна как-то уменьшаться. Вот это у нас будет Vy. То есть из этой задачки видно, что в теории относительности, когда тело движется по оси y, а сила на нее по оси y не действует, эта скорость может уменьшаться. И относительность уменьшается. Просто из-за того, что у нас есть ограничение по максимальной скорости. Этот результат, он, с логической точки зрения, вовсе не очевиден. Но он является совершенно обычным псевдологическим пространством. Оно является нашим реальным пространством, тем самым, в котором мы живем. Вот такой простой пример.